Как вы думаете, Путин нажмет на красную кнопку, если руководства выхода не будет? Еще выборы 1997 года не прошли, еще Асхадов не избран президентом. То есть на тот момент у нас президент Яндербиев. И Кадыров собирает там каких-то старейшин, очевидно лояльных к себе, пишет вот это вот письмо и отправляет его Зелимхану Яндербиеву, президенту. И Зелимхан говорит, прочитав это письмо, он говорит, этот человек работает на ФСБ. Он называет это милостью Аллаха, буденовские события, что по милости Аллаха, Аллах там даровал успех нашим ребятам, и за счет этого начался переговорный процесс. Вот так вот он характеризует это все. И вот представьте, вы знаете вот такого Ахмата Кадырова в 1996 году, и тут вам говорят, что Зелимхан Яндербиев говорит, что он ФСБшник. Представляете, на тот момент тебе очень сложно это принять. Как вы думаете, Путин нажмет на красную кнопку, если другого выхода не будет? Я не знаю, я не позиционирую себя как человека, хорошо понимающего Путина, или исследовавшего там Путина, или эксперта там по Путину, совершенно нет. Но я одно скажу точно, я и не слушаю никогда людей, которые так говорят, Путин никогда не нажмет, или наоборот Путину, если сделать то-то, то он нажмет. Украинские события показали, что в большинстве все то, что говорили эти эксперты, это все оказалось чушью, ничего из этого не сбылось. Ведь именно эти эксперты говорили, что он никогда не нападет на Украину, потом эти же эксперты говорили, что за три дня Украина будет взята, потом говорили за неделю. Видите, в итоге это привело к большой войне. Поэтому я не знаю, если Путин сделает это, я не удивлюсь. Не сделает, тоже не удивлюсь. Американец. Ассаляму алейкум, Тумсо, Шамиль, Спутине, Гязин, Кигат, Мэйдни, Гун, Цадок, Вэй, Мэлла. Сейчас был бы актуален он. Так, он спрашивает, почему письмо Шамиля Путину, Шамиля Басаева Путину, почему его не публикуют? Ну или почему бы его не опубликовать? Вот так он пишет. Сейчас он считает, что это актуально. Такие вещи, он говорит, нужно опубликовать, чтобы тот, кто может с этого получить пользу, он мог получить. Алейкум ассаляму араматулабаракату. Я абсолютно не против того, чтобы публиковать то, в чем есть польза. Только я не совсем понял, почему это актуально. Сейчас. Именно сейчас. А так, в целом, я не против, наверное. Если ты имеешь в виду, что это актуально в связи с 6 августа, но я, честно говоря, не вижу такую прямую параллель с этими событиями, так как это все-таки уже совершенно другие события. А так, к письму Шамиля Басаева Путину, я сам часто возвращаюсь к некоторым тезисам из этого письма, потому что в каких-то спорах с нашими, с людьми, с таких, с радикальным крылом, так скажем, с людьми, которые придерживаются каких-то радикальных взглядов, что вообще там ничего быть не может, там Россию чуть ли надо сначала уничтожить, потом только мы можем жить. Ну, бывают такие крайние взгляды. И вот для таких людей бывает полезно некоторые тезисы из этого письма Шамиля упомянуть, потому что обычно эти люди, придерживающиеся таких взглядов люди, уважают Шамиля, прислушиваются к нему. И вот Шамиль там очень много уступок предлагает Путину. Очень много. Даже, мне кажется, там есть такие моменты, за которые сегодня бы многие из вот этих вот сторонников радикального крыла раскритиковали бы Шамиля, как, например, вхождение в таможенный союз, использование, то есть остаться в рублевой зоне, там много всего он предлагает, в обмен на вывод войск и суверенитет, естественно. Расскажи о трудах, о научных трудах академика кандидировал военно-генерал-полководник. А вот еще я хорошо что-то мне напомнил, вернул меня к мысли. Еще 6 августа и вообще первая война, она знаменательна тем, что многие из тех, кто во вторую войну станут предательными, перейдут на сторону России и даже станут ключевыми фигурами российской оккупации, эти люди тогда, 6 августа, по крайней мере, официально находятся на нашей стороне. Видите-ка, насколько непредсказуема жизнь, судьба. Между этими событиями, 6 августа 1996 года и начало второго вторжения России, между этими событиями три года всего лишь. Но эти три года настолько поменяют многих людей, настолько выявят искренних и лицемеров, все это произойдет вот в этот короткий, совсем маленький период. И намерение многих людей, и их действия, то есть все, что произойдет за вот эти три года и последующие события уже со вторым вторжением, сегодня нам с вами гораздо легче это все оценивать, давать этому оценку, потому что мы уже знаем, что они сделали, какое предательство эти люди совершили, а некоторые, наоборот, очень достойно прошли этот путь. Поэтому, если там тогда, допустим, Яндербиев, когда Ахмад Кадыров какое-то письмо прислал к нему с чеченскими уважаемыми старейшинами, он прислал ему письмо, в котором что-то написал, мы должны, значит, войну там, ваххабизму объявить, сделать то-то, то-то, а Зелимхан Яндербиев на тот момент президент. Еще выборы 1997 года не прошли, еще Асхадов не избран президентом, то есть на тот момент у нас президент Яндербиев. И Кадыров собирает там каких-то старейшин, очевидно, лояльных к себе, пишет вот это вот письмо и отправляет его Азелимхану Яндербиеву, президенту. И Зелимхан говорит, прочитав это письмо, он говорит, этот человек работает на ФСВ. И вот представьте теперь себя, в те времена, в 96-м году, вот представьте себя, вы знаете Ахмада Кадырова, который вышел на трактор, встал на трактор, и обращается к людям, говорит, это Россия наш враг, мы, говорит, объявляем, но он объявил вообще джихад, если кто не знает, объявил священную войну России. И он говорит, тот, кто не выходит на эту войну, на этот джихад, на священную войну, тот является лицемером. Жена не должна спрашивать своего мужа, чтобы выйти на митинг. Если муж, говорит, ей не разрешает, она должна оставить его там, где он находится, и выйти на этот митинг. То есть это человек, который полностью поддерживает. Когда происходит рейд на Буденновск, этот человек, этот Ахмад Кадыров, он называет это милостью Аллаха, Буденновские события, что по милости Аллаха, Аллах там даровал успех нашим ребятам, и за счет этого начался переговорный процесс. Вот так вот он характеризует это все. И вот представьте, вы знаете вот такого Ахмада Кадырова в 96-м году, и тут вам говорят, что Зелимхан Яндальбиев говорит, что он ФСБшник. Представляете, на тот момент тебе очень сложно это принять. Яндальбиев, он безусловно был очень умным, грамотным человеком, проницательным. Он сейчас особенно, да, ценно все то, что он тогда говорил, делал его книгу, которую он написал. Но тогда это воспринимается, как какая-то фитна, что вот мол, ну у них там между собой какие-то, наверное, непонятки, просто он где-то перебарщивает. Вот так вот это люди принимают, кроме тех, кто реально посвящен, кто знает в чем дело. А сейчас нам с вами гораздо проще это все оценивать. Ведь оказалось-то, что действительно так. Ведь эти, и вот эти три года, они выявили этого Ахмата Кадырова, они выявили Ямадаева. Ямадаев на тот момент, и вообще все эти братья, ну особенно Сулим, ну и вся эта их семья, они тоже у нас там считаются такими молодцами, бригадный генерал. Тогда самым молодым бригадным генералом, до того, как его дадут, это звание дадут Бараеву, был Сулим Ямадаев. Потом это звание дадут Арби Бараеву, но затем его заберут у него и опять Сулим типа останется самым молодым бригадным генералом. Вы понимаете, люди в авторитете, их воспринимают как таких одевозных сторонников чеченской свободы, государственников, смелых людей, таких смелых мужчин, на которых держится вся эта наша государственность, благодаря которым мы выиграли войну, победили. Вот так этих людей воспринимают. И вот эти три года полностью покажут, кто есть кто. Многое несправедливость, которая тогда применялась в отношении людей, несправедливо кто-то обвинялся, все это встанет на свои места, когда начнется второе российское вторжение. Окажется, что те, кого презирали, не принимали, называли всякими унизительными именами, эти люди достойно погибнут, сражаясь с врагом. А те, кем восхищались, которым давали чины, должности, звания, эти люди перейдут на сторону России, где-то будут даже без боя сдавать целые регионы, сектора. Ямадаев сдаст огромную часть республики, весь практически восток республики, вот в Дермес, до части там Ножиуртовского района, это все Ямадаев сдаст вообще без боя во время второго вторжения. Это очень важная такая веха нашей истории, которую ни в коем случае нельзя забывать. Субтитры сделал DimaTorzok